Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания, в студии Евгения Монакова. Я не загадываю, что у нас будет веселый и находчивый эфир, но то, что интересно, это точно, потому что у нас в студии сегодня находится дважды чемпион региональной лиги КВН «Союз», соучастники команды КВН «Стерео» Александр Швецов и Андрей Чук. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Андрей. Я бы сказал, вся команда «Стерео». Вот так вот, в полном составе. Потому что это редкость, правда. Особенно у нас, что команды такие вот маленькие. Для вас это что, преимущество или недостаток? Есть ряд плюсов. Так, какие? Цены на билеты? Очевидные, просто не кажется. На билеты, что команду дешевле можно возить по всей стране. Так, еще какие теперь, с вашей точки зрения? Плюсы, нам гримерку дают. Да, всегда. И мы помещаемся. А мы у нее помещаемся, да, гримерку. Это очень важно. А из минусов что? Из минусов? Если кто-то в команде против, то это полкоманды против. Да. Слушайте, к ворума никогда не дождешься, да, в этой ситуации? Действительно, третьего человека нет, который бы вот перевесил голосование. У нас два года нет капитана. Вот так. Вы договориться не можете именно по этой причине, да? Мы ЛДПР, мы все время петиции подаем. Все понятно. Ну вот, веселый и находчивый уже начался, собственно. Ребят, все-таки дважды чемпионы КВН, то есть региональной лиги, это, ну, наверное, достижение для вас, безусловно. Но я не скажу, что главное, потому что в вашей биографии-то много чего было. И поездили вы по разным лигам и поучаствовали в других проектах, около КВН-овских, да, назовем так. Ну, перечислите хотя бы вот несколько. В параллельных, наверное, КВН? Ну, да, наверное. Перечислите хотя бы вот такие вот самые знаковые, которые нашим зрителям точно знакомы. В общем, мы играли в разных командах. Он играл в азбуке, а я в параде планет в то время. То есть вы друг против друга вообще в предыдущем? Мы играли, да, с какого года, с Краснодарской, с 10-й год? Да, с 10-й, нет, дожди, 11-й год. Вот так между собой. Где-то с 2011-го года, да, началось все. Мы в городе-то не играли никогда рядом почти. И началось все в городе Краснодаре, Краснодарская центральная лига. Обе команды туда попали. Это как четыре раза в Сочи съездить просто. В Сочи один раз съездить, это проблема. А почему так? Дорого очень. До Москвы, а оттуда потом в Краснодар. А-а-а, из этих соображений. И лига недешевая, то есть в плане, ты не только тратишься на билеты или проживание, там еще рук взнос. То есть надо заплатить за то, что тебя, в принципе, грубо говоря, обучают. Слушайте, это дорогое удовольствие. А еще такая вещь, когда распространение билетов, замечательная вещь. То есть выдают билеты перед игрой? Нет, ты даешь денег. Так, ты покупаешь билеты. Выкупаешь сам билеты. Да, и можешь их раздать, если хочется, чтобы больше народа. Обычно заходишь в какое-то здание, где выступают, и КВН-чики стоят такие с билетами. Просто вот там нет. Я буквально год назад в Минске в Переходе стоял и... Продавали билеты, купили самое главное. Четыре. Так, остальные... Да, 36. Нет, ну мы там... Там уже тоже схемы налажены. Есть люди, которые уже... У них, можно сказать, своя клиентская база. За какой-то процент они готовы тебе помочь. Там просто плачешь и играешь. Плачешь и играешь смешно. И платишь, платишь. То есть, в принципе, КВН такая штука-то действительно невозмездная. Да, и поэтому обидно, что, например, тратишь свои деньги. Там обучаешься год, прошел, ты отыграл, доиграл до финала. Приезжаешь вот со всем этим. Тебе говорят, ну поиграйте годик еще где-нибудь. Вы пока вот не думаете. Вроде да, и хорошо. И все смеются, еще здорово. Но говорят, вам бы еще годик поиграть. И еще годик, это, например, Краснодарская лига. Это и так 10 лет. Это миллион рублей примерно. Нужно, чтобы четыре раза съездить в команде из четырех человек. Краснодар. Да, собственно говоря... А потом еще и в Анапе. А как же вы друг друга встретили вот с такими упадническими уже настроениями? Тогда-то были не упаднические, тогда-то мы в теле ходили. Нет, у меня команда развалилась... Нет, у меня команда попала в премьер-лигу. Меня забрали в армию. А я в армии был, они развалились. У тебя просто развалилась команда. Да, мы пришли. Ну там опять же, в основном все причины в деньги упадут. Да, нет денег даже там, на костюмы там нормально. А встретились как? Случайно вы тут пересеклись? Вот как это случилось? Ну в разных городах, когда играешь, ну там уже тогда пересекались. Я даже не помню, с чего началось все. А, может быть мы на концерте вам поможем? Нет, мы уже общались. То есть как-то это уже... Ты кто? Вы слышали? Как вы еще, да? Вы слышали? Вы слышали, уже этот факт утерят как-то. Я думал, я дели его вижу. Сколько лет назад хотя бы? Я помню, нет. Я помню в 2008 году. Он меня не помнит, потому что он уже звезда. А, все понятно. То есть вот так вот две звезды, две звезды в повести, я так понимаю, в какой-то момент решили объединиться. Нет, да, решили это было, я сейчас вспомню, да, он звонит. Ты мне позвонил? Да, август был. Август, да. Предложил. У меня как было? Мы, получается, в сборной морской области здесь уже не один раз выигрывали. Я вообще, в принципе, здесь два раза этому только серию, а вообще шесть раз я уже здесь чемпионом становился. И мы, команда, решили здесь именно не играть, мы играли на выезде. Ну, я-то хочу. Ведь, ну, я думаю, качокому, какую команду собирать. Ну, и просто... То есть хотелось играть и здесь? Я тоже уже год без КВН, там, там, стендап делали, еще какие-то вещи. А Сашу уже, да, он... Тоже уже так изголодались. И тут он звонит, такой, ну, давай что-нибудь сделаем. И так в плане эксперимента решили на годик бахнуть просто. Что такое в этом КВН? Вот вы сейчас рассказали, да, фактически, очень многие мифы, кстати, развеяли сразу же, сходу практически, которые существуют о КВН, да, что это непростая игра и надо очень-очень, видимо, хотеть этим заниматься. Это как... Для того, чтобы продолжить... Вот вы, вот что там такое все-таки есть? Что вы представляете? Там есть то, что и много где есть. Не обязательно люди из КВН там в музыку ходят. Там есть зритель и сцена, как бы, и то, что ты делаешь, это как-то оценивается. Есть категория людей, для которых это важно. Ну, это слишком по-научному. Я бы сравнил это с картошкой и огородом. Ты корячишься все лето, но потом зиму ешь. Но тут по времени по-другому ты корячишься до игры, но на игре кайфуешь. Так все-таки важно ли куда-то идти выше, дальше, быстрее? Хочется, конечно, важно. Там высшие лиги дойти. Есть такая все-таки задача? Как оно изначально в головах у всех рисуется? Горело, да. Как, если в спорте ты выиграл премьер-лигу, попадаешь дальше там. То есть тут не так. А как на самом деле? Вот я знаю, что вы ездите в Сочи. Опять плохо, да что ж такое? Ездите в Сочи, и вот сейчас, я так понимаю, вы опять через, практически через год, да, отправитесь? Ну, ровно, они вообще в одно время, в январе. Да. Через год вы отправитесь снова в Сочи на отбор. А отбор выглядит, ну, я уже тоже наслышала, как он выглядит. Это вот такие изнурительные несколько дней. Десять дней. Огромное количество команд приезжают со всей страны, не только. Платят деньги. Платят деньги. Уча, опять же. Покупают сувенирку. Совершенно. Все, мы уже поняли, билеты, все остальное тоже понятно. И самое главное, вот эти вот буквально твои три минуты на сцене за вот эти вот несколько дней, за вот этот год какой-то изнуряющей работы. Ну, тут это, можно сказать, больше проверка себя. Там в зале сидят только КВНщики. Первые ряды это редакторы, лиг телевизионных. Второй тур это Александр Васильевич Масляков. Он сам лично смотрит. Он приезжает, смотрит, да. Да, то есть, поэтому во второй тур попасть очень ценно. Его часто удается рассмешить? Он вообще смеется? Он смотрит, как обычный зритель. А если смешно, смеется. Да, ну, там, видите, это может сравнить, наверное, не знаю, с клюквой. Так, картошка была, я поняла. Я могу пример привести на все, что... Ты не позавтракал, да? Нет, я кофе беру. Вот, если ты первую ложку клюквы съешь, тебе кисло. Съешь ведро, да уже пофигу, что ты там ешь, ну, ешь, да ешь. То есть, уже нормально совершенно, воспринимаешь? И поэтому в Сочи оно очень тебя на прочность проверяет. Если ты рассмешишь зал КВНщиков, которые собраны со всей России и стран СНГ, ты рассмешишь любого, даже глухованные. Вот, визуальной шуткой. Вот так. Визуальной шуткой. А что вы говорите? Где я? Ну, в общем, я поняла, задачи у вас важные, я так понимаю, на Сочи. Большие. Уехать бы. Да. Уехать бы. Первое, да, найти деньги, чтобы туда поехать. Первая важная задача. Да, самое главное. Потеряли. Потом рассмешить вот этих вот самых бывалых и опытных, да? Да. Увидеть опять Александра Васильевича, который вот так вот смеется. Да что видеть-то, господи? С третьего подъезда еще. Конечно. Ну, а там дальше. Вершина-то какая? Айсберга. А там как попрет. А там пока не прет. Десять лет уже. Да. Да, важный этот вот, планируется до определенного события. Там как попрет. Поехали в Сочи, а там куда распределяют, грубо говоря. А там распределение, да? Там распределение. Да. У нас конкретно цель куда попасть. То есть если не распределят нас туда. Один из первых вопросов. Ну что, разбег? Ну разбег. Собираемся через год. Собираемся через год. Опять? Нет, мы не знаем. Может, в другом формате с кем-то. Там везде главный вопрос, когда вот команду рассматривают в принципе на попадание в какую-то серьезную лигу. Сколько у вас денег? Да, как у вас бюджет. Потому что, во-первых, им нужна гарантия, что ты приедешь на игру. Что ты будешь. На съемки, да? Да, что там если ты приедешь, у нас вот когда команда моя попала на Первый канал в премьер-лигу, они приехали и им сказали, форму менять. Так. На 8 человек поменять форму, это как бы 350-60. В Москве. И все это надо быстро. И еще могут сказать. А это плюс в том, что они перешились, они пошили новую, приехали, им сказали для телевизора нет. И все равно КВН-щиков с года в год меньше не становится. Становится. Становится? Под нас двое уже. Мы уже говорили, экономическая целесообразность. По факту, мое мнение, я наблюдаю, да, становится меньше. Я бы сказал, оно типа затягивает не так долго, как раньше. Да, то есть так, ну и молодежь, во-первых, немножко другая сейчас, старая. Они сейчас стендап там. Да, то есть, и во-вторых, да, ну КВН уже не такой социальный лифт, как было раньше. В него уже не веришь. В него не веришь, да, там, что как Галустян попало, потом раз и расцвел там ты. То есть не так все просто. Да, сейчас, ну, ясно, что если выдавать год за годом там телевизионный лист, скажем так. Им причем нужны конкретные продукты. Ну да, там места особо нет. Ну да, ну там есть вариант зацепиться в плане там автора, авторства. То есть все равно есть какие-то перспективы. Опять же таки вот саджев комедии. Какие-то есть, но если хочешь заниматься юмором, комедии, но такого огня в глазах было команд еще лет 10 назад, сейчас нет. Ну почему, там есть. Ребят, я хочу надеяться все-таки, что у вас и огонь в глазах будет. А он у нас сюда есть. И спонсор найдется. Мы его прячем. Который, да, 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 я поняла, очень умела. Который зажжет этот огонь. Который зажжет, да, вот этот вот огонь, пусть даже финансово подпитает вас. Да, мы ищем, спонсор, мы тебя ищем. Нас всего трое. Спонсор. Так, все понятно. Спонсору закинули. В общем, я действительно желаю вам хорошо выступить в Сочи, потому что даже если, может быть, вам кажется, что сейчас нет таких КВНщиков, ну кто-то их должен зажигать. А если у вас то получается, вам только хорошие дороги. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Вам спасибо. Вам спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях были участники команды КВН Стерео Александр Швецов и Андрей Чук. Вы смотрели «В центре внимания». До скорой встречи. Спасибо.